Готовь сани летом, а лед поздней осенью. Дворовые катки в разных районах Тюмени стали символом возвращения классической зимней забавы. Городской департамент по спорту и молодежной политике провел мастер-класс по заливке льда для хоккея и массовых катаний, который посетили спорторганизаторы, дворовые энтузиасты и представители жилищных компаний. Площадка для мастер-класса «Лед высшего уровня» на базе Дю США «Водник», откуда 60 лет назад и взяла разбег «История тюменского хоккея». Сейчас в школе гоняет шайбу почти две сотни мальчишек, а вечерами и выходные покрутить пируэты приглашаются все желающие. Такая загруженность коробки заставляет заливать лед два-три раза в день. Основу заложили в первые сильные морозы, когда ртуть в Тюмени падала до минус 26 градусов. Этой зимой планируется залить 117 ледовых объектов. Из них 97 муниципальные, которые будут абсолютно бесплатны. На 20 картах ледовых площадках будут работать инструктора по спорту. То есть это и массовое катание, и веселые старты на коньках, также хоккей. Тренер по хоккею «Водника» Андрей Устеменко знает про эту площадку все. Сам он здесь начал заниматься главной зимней игрой в 6 лет. Сейчас делится тонкостями подготовки замерзшего дубль водорода и кислорода со всеми желающими. Интерес к делу всей его жизни преподавателя исключительно радует. Хороший подход стал у всех руководителей. То, что в каждом дворе сейчас стараются сделать хоккейную коробку, чтобы дети были задействованы и не бегали, как говорится, по дворам по подъездам. Поэтому я считаю, что это правильно. И с каждым годом на мастер-класс приходит все больше и больше. Особенно больше стало. Приятно, что стало приходить с управляющей компанией. Много очень не просто там спорторганизаторы и там тренера. Как в хорошем доме соорудить фундамент, так и здесь главное организовать первый слой. Заливать воду нужно с помощью эффекта дождя. Сверху вниз используя распылительный бронзбойд. Далее тонким слоем влага должна быть распределена самодельными волокушами по всему периметру. Кстати, сделанное тюменскими токарями нехитрое приспособление по своей сути ничем не уступает современным заливочным машинам из больших дворцов спорта. По возможности лить нужно воду горячую и обязательно тонким слоем во избежание пустот и трещин. Вот сделана у нас специальная токаряна вытащили, чтобы все было жирен. Подцепляем к шлангу и вот та же самая заливочная машина. Ковриком, простым ковриком выравнивается. Сложного здесь ничего нет. Все сделано с постоянными своими руками. Попробуйте дома налить в стакан большой воды, поставьте морозилку или подливайте маленькими слоями. Потом вытащите, когда и попробуйте, возьмите просто или бросите, или возьмете молоток. Вот ударите по тому, который просто в стакане был большом, сразу же налитый, он разлетится сразу на мелкие кусочки. К специалистам департамента и к работникам водника вопросов у желающих организовать лед в своем дворе или квартале было много. Тонкостей здесь хватает, а мелочей вовсе нет. Порадовать местных ребятишек и вернуть всеобщую доступность коньков задача не очень затратная и крайне реализуемая. Разные инициативы и звонят на рабочий телефон, то есть и представители управляющих компаний, и звонят мамы детей, то есть залейте нам пожалуйста во дворе кварт или поспособствуйте этому. То есть мы всегда отвлекаемся, помогаем, стараемся конечно все для населения сделать. Конечно я сам заливал корт и когда это было первый раз, естественно я заливал его неправильно, потому что реально просто бросал шланги, он тек, толстый слой, как бы лед рушился, поэтому как бы качество было не очень. Сейчас конечно для этого я говорю, мы проводим такие мероприятия, чтобы все было как бы, все заливали правильно, качественно и чтобы все было для людей. У США водник хранитель ледовых традиций в прямом и переносном смысле. Вот и на следующей неделе на старинной коробке состоится матч в честь 60-летия тюменского профессионального хоккея с шайбой. Именно команда мастеров водник является прародителем нынешнего звездного рубина. У нас вот будут здесь будут играть 7 декабря в 12 часов дня ветераны водника, кто здесь занимался, кто воспитывался здесь и против ветеранов города Тюмени.